Итак, будем ставить ловушку на крота или на слепыша, потому что понарыл он ян. Делаем вот такое отверстие к земле на месте свежей его кучки. В одну сторону идет дырка и в другую, если видно, вот она пошла дырка в другую сторону. Вырываю такое отверстие, опускаю баклажку, чтобы она была ниже вот этих его дырок, ходов, так сказать. Он, проходя, не почувствовал, что тут баклажка. Она должна быть ниже. Сейчас еще чуть-чуть я подрой, наверное, слегка. Так, баклажку установил. Верну. И тихонечко вот так засыпаю. Потихонечко, чтобы земля была за подлецем с баклажкой. Ну, это не обязательно баклажкой. Любой может быть предмет, который достаточно глубокий по высоте. Просто здесь широкая горлышко. Некоторые бутыли используют, но бутыль не очень удобная. Тут бручка пошит. Все, сейчас я засыплю. Так, вот я вам ее подготовил. Из этой положил лишнее. Вытащил. Все, крышечкой накрыл. Все, так крышки накрываю. Может, тут травы накидать. Так, чуть-чуть травы наложил, чтобы земля не просыпалась в щели. Все, и засыпаю травой, то есть землей. Самое главное, чтобы не было сквозняка. Если будет сквозняк, то есть где-то щель, крот с какой-либо стойли, с той стороны, полностью зароет эту яму под самую крышку. И входы заблокирует. То есть он даже к ней подходить не будет. Поэтому все сквозняки удаляем. Все. Так, проверяем нашу ловушку на слепышей или на кротов. Сейчас узнаем. Перчатки одену. В том числе, такие палочки надлетел. Снимаем землю. Попался кто-то там у нас. Так, попался. Слышь, ехать. Открываем. И сюрприз. Вот он сидит. Хулиган. Который все поперерыл нам тут. Сидишь? Сейчас будет переезжать. Да-да-да. Переедем сейчас. Сейчас ведро. За ведром. Ведро будем пересаживать. И переселяем. Ведро. Достал баклажку. То есть вот он сидит. Вылезти он себе не может. Он просто не позволяет ее пытается. Переселяем ее в ведро. И на другую сторону трассы, наверное, его перевезет. Перетащу. Чтоб не перебрался. Понял? Потом на это же место поставлю. Ну вот. Продолжение следует...